всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл я уже катался отъездил больше 100 километров год назад на таком самокате потом продаю продал пересел плотно на моноколеса и вот буквально с апреля с мая вот 2018 года у меня была мысль надо снять еще один обзор на этот замечательный самокат от сяоми первого поколения я его вижу я живу в москве ну москве в домодедово между этими двумя городами я практически каждый день вижу людей с этими самокатами именно с этой моделью м365 миджа если я правильно произношу и честно скажу меня жаба душила купить его снять обзор потом продать потому что мне он не нужен я катаюсь на моноколесах но тут ребята из кремлин store.ru вообще когда мне написали знаете я подумал что может быть слишком часто я лайкал видео навального кремль смысле мне написали ребята с кремли store.ru которые продают эти самокаты которые являются их официальными дилерами на территории россии что я считаю очень важно для гарантии то есть вы купите если будете покупать точно официальный оригинальный сяоми и они мне его предоставили для теста за что им огромное спасибо потому что я с мая говорю реально купить не купить снять обзор не снять просто а тут пожалуйста покатался снова я на нем с большим удовольствием что я могу сказать ребят вес его до 100 килограмм но я до сих пор пока вижу не вешу немножечко больше плюс если с собой еще рюкзак что-то там бутылка воды могу сказать как тянет без проблем кроме большой горки вот если большая горка 250 ватт а здесь мотор колесо 250 ватт на что не очень много но и не так мало честно говоря то конечно более легких людей потянет от тяжеловесов типа меня уже нет но уважаю сяоми уважаю в том что 25 километров заявлено максимальная скорость 24 25 26 с рюкзаком с водой пофигу тащит меня совершенно без проблем и это крутое ощущение когда ты летишь на самокате как-то я не хотел делать еще один обзор некий такой опыт использования вообще хотел месяц на нем покататься но я просто не осилю сейчас месяц уже скоро дожди пойдут покатался несколько меньше но все равно ребят если думаете покупать не покупать я уже свое время даже ко мне обращались мои дальние знакомые с кем я работал 5-6 лет назад через личку писали вконтакте где-то еще находили телефон какой самокат купить я когда анализировал еще вот марте апреля все дороги сходятся суда к этой модели к этой именно к этому самокату 7 и я всем советовал все покупали все были довольны среди моих подписчиков зрителей канал наверняка вы катаетесь на таких самокатах но все равно те кто не видел еще обзор мой предыдущий или какой-то другой на это самокат смотрите коротко что мы имеем вес самоката 12 половиной килограмм его можно взять с собой в транспорт можно поставить его кто ставит нижним колесом вниз кто верхнем если такой лайфхак небольшой если колесо грязное на него пакет одеть и в метро даже зайти можно ручки правда эти не складывается но все равно его таскать с собой можно в транспорт его пускают это не очень удобно но можно ну либо вы можете положить без проблем багажник машины 12 половиной килограмм не так и много самокат сделан очень круто в том плане что он надежный это все железо никакого пластика ручки удобные резиновые все железное хорошее тормозит кстати он только вот этим тормозом это задний разумеется тормоз либо торможение двигателя тормозит я в описании написано 4 метра если скорость 25 конечно километров у меня несколько больше поэтому нужно привыкать из такой самокат только купили аккуратней сильно не разгоняйтесь посмотрите свой тормозной путь есть звоночек крутая штука реально и курок газа есть круиз-контроль для того чтобы его включить вам нужно зайти в приложение для android и для ios есть приложение бесплатное маркете вы его скачиваете активируете и во первых что можно сделать можно включить габариты заднего фонаря они разумеется работают когда включен фонарь и когда вы тормозите либо можно включить постоянно чтобы он горел чтобы вы были на дороге заметны также можно выбрать режим рекуперации рекуперация это когда маленькая средняя большая если ставите большую то просто накат если вы захотите без включенного двигателя как на обычном самокате ехать три режима рекуперации которые можно включить через приложение на своем смартфоне рекуперация это когда вы едете под горку круг газа отпустили а самокат двигается генетическая энергия накапливается и поступает в аккумулятор есть три режима кроме того можно еще включить круиз контроль вот это ребята реально крутая штука даже на маленькой скорости там 56 километров вы зажимаете курок газа в течение 5 секунд неподвижно и включается круиз контроль все это можно сделать через приложение там же посмотреть заряд заряд аккумулятора и текущий пробег и скорости так далее заряд аккумулятора отображается вот на такой лицевой панели торпеда так называемый кнопка включения и четыре кнопки когда аккумулятор садится кнопки начинает мигать по паспорту хватает дальность батареи lg батарейка здесь установлена хватает до 30 километров что я считаю очень круто но мне хватало где-то километров наверное на 13 на 15 зависимости от езды то есть но можно выжать больше и рекуперацию больше включать но я тяжелый у меня двое знакомых уже пользовались самокатом им вообще не убиваемый просто несколько дней катались то есть если вы не тяжеловес то я думаю вам этого самоката хватит покататься километров я думаю на 20 а то и больше и даже может быть на 25 легко а если совсем вы легенький то может быть и 30 выжмите опять же все люди разные вот стою я все это рассказываю и получаю некоторое удовольствие потому что мне всегда приятно рассказывать о вещах которые мне самому нравятся я в принципе на канале все так и происходит я не беру какой-то шлак хотя по телефону если иногда пишите что за шлак опять там китайский но вот это объективно лучший самокат на сейчас по крайней мере за те деньги за которые его продают отмечу очень важно еще для меня по крайней важную для меня вещь это фонарик фонарик и отличный вопросов к нему не возникает ночью кататься можно прохожих не слепит освещает как раз метров на 5 на 7 вперед включается просто коротким нажатием на кнопку питания то есть фонарем отличный подножка подножка штука хорошая самокат не падает на ней кому-то не понравятся провода но вот первый обзор когда делал пока мне не стали люди писать комментарии что провода как для кого-то они кажутся некрасивыми я и внимание обращаю провода часть корпус спрятаны часть по него и самое главное самокат складывается очень быстро нельзя тормозить напомню ногой как на обычном самокате задним крылом перетереть провод просто но вот этот вот крючочек он для того чтобы самокат сложить и наверное напоследок скажу еще по самокату что если вам интересно насколько удобно кататься просто отталкиваясь ногами мне кажется конечно высоковат но опять же кому-то и может комфортно будет мне некомфортно я на нем гоняю только вот именно в качестве электросамоката и самое главное хочу передать еще раз свои эмоции ты когда летишь на нем ты стоишь устойчиво подножка прорезиненная подножка вот именно резина там резиновый коврик прочный это очень круто и ты стоишь ты едешь на нем ты просто вот из точки а в точку б доехать но на машине ты так быстро иногда по мазке не доедешь дворами как-то раз-раз-раз и приехал то же самое и на моноколесе но это уже другой вопрос говорим конкретно о самокате и они вообще разные хотите кстати сравнение что вот для города лучше моноколесо или самокат давайте тогда так договоримся наберем давайте 3000 лайков наберем сделаю такое сравнение а у меня для у меня тогда в этом обзоре все еще раз благодарю этот интернет-магазин официальный дилер самоката в сяоми кремлистор точка ру ссылка на этот самокат на его цену под видео если нужно пользуйтесь покупайте на здоровье я же не прощаюсь а говорю до свидания как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны с уважением ко всем доведите счастливо